Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня я отвечу на пару вопросов. Вопросы связаны с позвоночником, с межпозвоночными грыжами и протрузиями. Вы знаете, что моя гимнастика и мои специальные упражнения, если можно их так назвать, хотя это все в открытом доступе, я взял это из йоги, у других людей, помогли уже не одной сотни человек. Уже почти 600 человек получили пользу от моей гимнастики, от моих советов. Вернулись к нормальной жизнедеятельности, вернулись даже в спорт. Многие приседают и тянут. Но приходят вопросы подобного типа. Что я делаю твою гимнастику, Егор? Экстензии, гиперэкстензии. Мне очень все помогло. Но вот на последней тренировке сорвал спину опять. И что мне опять нужно начинать все по-новой? Делать твою гимнастику? Я хочу выполнять экстензии и гиперэкстензии. Так вот, друзья, хочу сказать вам, что если у вас уже есть проблемы с позвоночными грыжами или протрузиями, и даже если у вас нет проблем с позвоночником абсолютно никаких, и вы хотите, чтобы так оставалось, необходимо делать мою гимнастику экстензии и гиперэкстензии постоянно. На каждой тренировке вы должны делать экстензии и гиперэкстензии. Начинать тренировку вы должны с экстензии. Заканчивать тренировку вы должны гиперэкстензиями. Только так мы можем с вами обезболить себя на постоянной основе, чтобы не было рецидива. То есть, если вы думаете, что вы с помощью моей гимнастики, экстензии и гиперэкстензии избавились от боли, вернулись к тренингу, и можете это забросить, неправильный подход. Всегда теперь мы с вами просто вынуждены делать экстензии, гиперэкстензии и мою специальную гимнастику. Конечно, если вы хотите, чтобы у вас не было рецидива, не было боли. Вы постоянно спрашиваете меня, как я смог вернуться, и при этом не испытываю ли я боли, когда приседаю снова по 200, тяну за 200. Да, ребята, у меня нет боли, но дискомфорт у меня иногда бывает. Если я ленюсь и пропускаю пару дней выполнять ту же свою гимнастику, или если я не делаю несколько дней экстензии и гиперэкстензии, нелегкий дискомфорт возвращается. Но вот недавно мы открывали зал новый, и так получилось, что целый месяц я не делал экстензии, гиперэкстензии. Чисто очень уставал, таскали оборудование, сами знаете, тяжелые железки, особенно монолифт, он там весит невероятное количество бринтон. И, естественно, спина дала о себе знать. Немножечко сейчас есть боли, но не сравнить даже с теми, с какими были когда-то, когда я лечился у врачей. Единственное, что меня удивило, я сам тоже открыл для себя, боль у меня теперь не отдает мне в ногу по заднему поверхности бедра, в коленку, под коленку, а боль появилась в паху. Я сначала подумал, не дай бог, паховая грыжа. Но нет, узнал, действительно, межпозвоночная грыжа может давать о себе знать именно такой болью. Очень непонятно, знаете, кто когда-то растягивался или растягивается сейчас, знает, что можно плохо размяться или очень хорошо размяться, но все равно при этом потянуться, и потом на следующий день болят связки в области паха. Так вот, такая боль сейчас у меня есть. Но при этом я также могу приседать, естественно, понизил веса, и обязательно делать гимнастику. Я сейчас снова опять ее делаю на протяжении пяти раз в сутки, то есть утром, в обед и вечером обязательно, до и после тренировки. Но если у вас серьезные боли, друзья, делайте гимнастику каждый день, как можно чаще. Единственное ограничение, не ускоряйтесь. Многие присылают мне видео, как выполняют эту гимнастику, и я вижу только одну ошибку. Очень быстрая манера выполнения. Друзья, чтобы спина была здоровой, всегда замедляйте движения. Не только в гимнастике моей, но и в приседаниях, во всех других упражнениях. Поверьте, конечно, мы будем работать с более меньшими весами, но мышцы будут прокачиваться лучше, и спина будет здоровее. Друзья, гимнастика, экстензии, гиперэкстензии на постоянной основе. Не так, что только вот боль прошла, и все, можно ничего больше не делать, мы с вами излечились. Медики говорят, что нельзя избавиться и вылечить межпозвоночную грыжу, протрузию. Даже если это правда, то факт остается фактом. Мы можем с вами избавиться от боли, от дискомфорта, от того, что нам мешает жить. Но мы с вами должны сесть вот на эту иглу постоянных упражнений специальных. Все они уже не раз показаны в разных моих роликах. У меня есть как минимум 4 статьи специальные, посвященные только позвоночнику. И в первую очередь, если у вас проблемы с позвоночником, изучите мои статьи. Вы при должном усердии в упражнениях, при правильном подходе к питанию, при том, чтобы как можно меньше сидеть, если есть проблемы со спиной, и даже если нет. Когда мы сидим, это самое плохое для нашей спины. А если мы сели в наклоне, это вообще очень плохо. А если мы, сидя в наклоне, подняли гантельки или любой другой вес, это вообще жопа для нашего позвоночника. Я не просто так говорю. Если вы делаете какие-то упражнения с гантелями, то сначала примите стойку, возьмите гантели в руки, поставьте их на колени, после этого садитесь, закидывайте их вверх, если делаете дельты или грудные мышцы, либо опускайте вниз, если делаете подъемы на бицепс. И еще лучше, если ваши партнеры подадут вам эти гантели в руки. Но ни в коем случае не вздумайте сесть на лавку, наклониться и взять гантели. Вы можете так ухудшить свою межпозвоночную грыжу, что мало не покажется. И не забывайте, статистика показывает, что все межпозвоночные грыжи на 75, если не больше процентов, получены не от приседа и не от становой тяги. А кому интересно, в следующем видео расскажу об этом. Пока пишите свои варианты в комментариях. Друзья, берегите себя, берегите своих близких, потому что без здоровья ничего другое не ценно в нашей жизни. Увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...